Уже с начала лета в Бресте зафиксирован один случай гибели на воде. Причина ненавокупания в неустановленном месте. И это, к сожалению, не единственный пример беспечности людей. Многие по-прежнему рассчитывают на авось пронесет. Легкомысленное отношение к таким серьезным вещам, как безопасное времяпрепровождение в летний период, тема актуальная. Во избежание плащевных последствий, организаторы акции «Летний патруль» в Бресте поставили перед собой цель охватить широкий пласт населения. Провести профилактические беседы с отдыхающими и убедить людей в том, насколько важно быть внимательными и осторожными. Не поддаваться на авантюры и не рассчитывать на удачу, идя на осознанный риск. Факт есть факт. Четыре человека утонуло. Это трагедия для каждой семьи, для родных, близких. Это трагедия. Если есть факт, это уже чрезвычайная ситуация. Мы над ней тщательно смотрим, анализируем причины и принимаем соответствующие меры. Очень хороший метод, это рассказ наших спасателей, наших водолазов, которые у нас дислоцируются в пожарном отряде. Они рассказывают, как оказывать первую медицинскую помощь, что делать в случае, если свело ногу в воде, как себя вообще действовать в случае нестандартной ситуации на воде. Ну и, конечно, профилактика. Вячеслав Семенюк – председатель организации «Освод» Ленинского района города Бреста в профессии уже много лет. На его счету огромное количество случаев спасения людей на воде. Мужчина признается, что чаще всего на так называемые подвиги людей подталкивает алкоголь. Если спиртное, так и жди беды. Вода не любит людей в неадекватном состоянии. Не прощает просто воду. Пренебрежение элементарными правилами поведения на воде чревато самыми непредсказуемыми последствиями. К сожалению, не все стремятся учиться на ошибках других. Самовольно вступают в неравную схватку с глупостью и беспечностью. Такие опасные игры оборачиваются плачевно только для самого человека. Чтобы напомнить жителям областного центра об основных мерах безопасности, уберечь их от необдуманных действий, представители рейдовой группы вышли на пляжи. Подтверждение слов – наглядная информация. Активная работа в деле предупреждения гибели людей на водоемах будет осуществляться до конца августа. В этот период также будут организованы совместные рейды в леса и на торфяники с целью предотвращения очагов возгорания. Несколько раз можно человеку рассказать и показать. Тем более присутствует наглядная агитация, чтобы он мог убедиться в том, что это небезопасно. И, конечно же, нужно постоянно людям говорить про то, что необходимо применять определенные моменты, быть бдительными. Тем более 70% утопленников находились в состоянии алкогольного опьянения. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.